Эта акция посвящена несвободе. Видите, состоит из тегов, которые использовались во время интернет-компаний по освобождению разных людей. Их здесь много-много. Я не понимаю, в конверте, я думаю, может, просто что-нибудь, помощь какая-то? Нет, нет, помощь... Это была реклама, да? Нет, это не реклама, это мое художественное высказывание. А, ну-ну-ну... Здравствуйте. А что вы здесь проводите? Акцию. В честь чего? В честь несвободы и в честь людей, которые участвуют в интернет-компаниях по освобождению. Один проводите акцию? Один провожу акцию. Хорошо, проводите акцию, а сами хоть подготовились? Так я же не обязан носить с собой документы у регистрации. Обязан. Город федерального сообщения. Неужели? Затя 19-15. А если я три дня назад сюда приехал? Береги на дорожке. Даже так. Не нравится в нашем государстве. Это не столько не мне не нравится, это акция посещена людям. В Сибирь куда-нибудь идти, зачем неестественная вещь. А что вы имеете против Сибири? Вот здесь человек из Сибири. Я их не отпугиваю. Видите, здесь надпись состоит из маленьких хэштегов, которые использовались во время проведения разных компаний по освобождению людей. Ну вот там Фри Дадин, допустим, из самых таких актуальных. Фри Савченко и другие. Собственно, в интернете очень много таких сейчас компаний, и они теряются друг на фоне друга. И в совокупности своей их можно трактовать как одну большую компанию. Что человек просит освободить себя от чрезмерного государственного принуждения, от структурного насилия. Если хотите, от ощущения несвободы. Ну, ладно. Ну что, Никодел, по поводу чего? А у меня уже спрашивали, подходили, переписывали. Значит, мне никто не доложил. Я спрашиваю в данный момент вас. По поводу чего? Акция посвящена несвободе. И... Несвободе чего? Несвободе сразу в двух смыслах слова. То есть, несвободе нахождению в застенках, вот как люди, в поддержку которых были все вот эти акции. И несвободе, как структурному насилию, чрезмерному принуждению со стороны государства. Вы цепольчики потом снимете сами, нет? Или перекусите? Да нет, сниму, сниму. Спасибо. Как долго? Ну, еще час-полтора. Спасибо. Послушайте, это вот то, чего на Украине люди добиваются, свободы, да? Причем здесь Украина? Им не нравилось вот это вот давление? Ну да, структурное насилие, оно... Насилие, вот именно которое шло из России? Нет, структурное насилие, оно может идти только со стороны своего государства. То есть, со стороны... А они еще утверждают в том, что Россия на них умеет оказывать давление? Ну, Россия на них оказывает, ну, достаточно физическое давление. Физическое? Да. Ну, вы разве не знаете, что граждане России там воюют, ну, воевали, убивали граждан Украины? Ну, они по доброй воле туда ехали. Ну, террористы в ИГИЛ тоже едут по доброй воле. Видите, я же вот здесь стою, да? Я же, в принципе, ну, как-то закон не нарушаю, ничего, никого не трогаю. Правильно же, да? То есть, не знаю, государственный строй не свергаю. Правильно? То есть, я здесь просто стою, у меня в руках бумажка. Декрет, знаете, что расскажу? Ну? Чтобы вот на броню не было вот этого государственного насилия, надо, знаете, есть такая русская поговорка, не помажешь, не поедешь, не подмажешь, не поедешь. Надо государству дать взятку. Вот я, например, расписала, вот я художник, стены бесплатные в государственной поликлинике. И как-то, знаете, сразу внучка моя поправилась, сразу, как-то сразу всем, надо взяточку дать государству. Понимаете, сделайте что-нибудь полезного, что вы можете для государственной какой-нибудь структуры. Причем такую спонсорскую такую акцию, бесплатную. Знаете, ну вот на самом деле то, что вы сейчас говорите, ну, вы уже, видимо, к этому привыкли, но как-то у меня это очень как-то негативные чувства вызывает, потому что почему мы должны давать взятки? Это же, это же коррупция, это же очень плохо. Это спонсорство, это называется спонсорство. Я не стал делать акценты на конкретные имена для того, чтобы не отпугивать людей от своего высказывания. Сейчас, допустим, фамилия Савченко или, возможно, даже Дадин может вызвать очень неоднозначную реакцию у людей. Но мне все-таки хотелось бы в первую очередь не вызвать агрессию, а донести свою мысль. Тем не менее, все равно людей зацепляет даже слово «свобода». То есть подходила женщина, и она тему упорно сводила в сторону Украины, что «а вот на Украине так, а вот на Украине так». И все я хотел ей донести, что все-таки я живу в России, а не в Украине. Меня интересует ситуация именно в России, а не где-то еще. Но, к сожалению, вот не смогла она это понять, не смогла она это принять. Рассказывала мне то, что слышала в телевизоре. Вот, это, конечно, не очень хорошо. Но вот было приятно, что подходили молодые люди, интересовались, что же происходит, в чем смысл.